Что такое теизм? Греческое слово «теоз» переводится на русский как «бог». Теизм – это такое мировоззрение, в котором Бог один, Он является личностью и Творцом мира и человека. Что значит Бог является личностью? Это значит, человек обращается к Господу Богу в форме личного местоимения Ты. «Господи, Ты меня спаси, помилуй, сохрани, вразуми, прости меня, Господи грешного окаянного, Господи, благодарю Тебя за все дары Твои, которых я совсем не заслужил, со всеми моими безобразиями и беззакониями». Человек обращается к Богу в форме личного местоимения Ты, точно так же, как, например, ребенок обращается к своему родителю в форме личного местоимения Ты. Ты, папа, или Ты, мама, меня прости, вразуми, наставь, спаси, подскажи, как поступить, благодарю Тебя за то-то и за тот. Противостоящим мировоззрением теизму является, как мы знаем, атеизм. А это в переводе на русский с греческого частица «не», «теос» – это Бог. То есть атеизм – это отрицание существования сверхъестественного мира. То есть с точки зрения атеизма, Бог, бессмертие души, вечная жизнь, рай, ад, демоны, ангелы – все объекты мира сверхъестественного являются результатом деятельности человеческого сознания, являются вымыслом. Ну и, наконец, есть еще один вариант, который называется «пантеизм». «Пан» – это «все» в переводе с греческого. «Теос» – это Бог. «Пантеизм» – дословно «всеобожествленность». «Пантеизм» – это такое мировоззрение или такая точка зрения, такое представление, в котором Бог и мир друг другу тождественны. Вот, может быть, вы слышали, иногда говорят, Бог – это мир, мир – это Бог, Вселенная – это и есть Бог, Бог – это и есть Вселенная. Вот идея о тождестве Бога и мироздания – это и есть пантеизм. Иногда говорят, надо послать во Вселенную или Вселенной какие-то запросы, Вселенная как-то тебе ответит. Вот когда что-то подобное звучит, можно смело сказать, что теоретической основой такого рода идей является как раз пантеизм. В пантеизме Бог, в отличие от теизма, как раз без личностен, потому что Вселенная, природа или мировой разум, или что-то вроде души Вселенной – это некое безличное начало, к которому в форме личного местоимения «ты» обратиться невозможно. Мы не можем сказать «ты – Вселенная», «ты – природа», «ты – мировая душа» или «ты – мировой разум». Итак, в пантеизме Бог безличностен, и Он тождественен миру. И вот что интересно. Личностная связь между человеком и сверхъестественным миром, Богом, она возможна только в теизме. В том, что человек является личностью, не может усомниться никто. С этим согласятся и верующие, и неверующие, и атеисты. Человек – это личность. Стало быть, если Бог – это тоже личность, то только в этом случае имеет место связь, соединение личности и личности. Личности большой и личности малой. Личности Бога и личности человека, или личности родителя и личности ребенка. В атеизме, понятное дело, никакой связи нет, потому что вообще не существует реально мира сверхъестественного. Но как быть с пантеизмом? Ведь в пантеизме не отрицается существование мира какого-то сверхъестественного помимо естественного. Но поскольку в пантеизме мир сверхъестественный тождественен естественному, то получается, что связи тоже никакой нет. Почему? Потому что, еще раз, если Бог безличностен, если Бог – это вселенная, мироздание, мировой разум, если не является личностью, а человек ей является, то связи никакой не получается. Связь, возможно, только между личностью и личностью. Какой вывод из этого следует? А вывод следует такой. Обычно говорят, что теизм – это религия. Но не всякая религия – это теизм. Не всякая религия является теистической. А только такая религия, в которой Бог один, личность и творец мира и человека. Но как переводится латинское слово «религио»? Религио переводится как «связь» или «ре-легара», «ре-возвратная частица», «легара-связь» – восстановление утраченной связи. Так если религия – это связь, а связь существует только в теизме, то получается, что религией, в полном смысле этого слова, является только теистическая религия или теизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова